Бессмертный полк в онлайн-формате, творческий десант, упряжка победы и новые имена в книге в списках значатся. В Ненинском округе в торжественной обстановке прошла церемония закрытия года памяти и славы. На ней почтили память героев Великой Отечественной войны и отметили самые яркие проекты юбилейного года. Их, кстати, было более 70. Подробнее расскажет Любовь Пермякова. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. С этой песни, написанной для кинофильма «Офицеры», началась торжественная церемония закрытия года памяти и славы. Со словами благодарности Сосенны выступил глава региона Юрий Бездудный. Дорогие товарищи, заканчивается год памяти и славы. Но это не значит, что мы заканчиваем ту патриотическую работу, импульс которой дал юбилейный год победы. Вовсе нет. Уходит поколение ветеранов. И вот совсем недавно мы проводили ветерана. И их все меньше и меньше. Уходят носители истории, те, кто пережил войну, на чьих плечах, собственно говоря, ковалась, чьими руками ковалась эта победа. Поэтому и следующий год, и все последующие мы также будем проводить мероприятия, посвященные победе. По словам Юрия Бездудного, невзирая на пандемию, год славы в Ненецком округе провели достойно. И это действительно так. Вышла в свет обновленная книга памяти. Инициатором проекта стал Андрей Николаев. Ему была вручена памятная медаль. 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Также медалью были удостоены несколько региональных организаций, в их числе Музейное объединение НАУ. Несмотря на пандемию, у нас состоялась выставка, когда война пришла в наш дом, которая превратилась в видеовыставку. Но достаточно много посетителей было. Отклики, отзывы о выставке, о видеосюжетах, об экскурсии по выставке были хорошие. Отличные отзывы, большой отклик в душе жителей округа получил спектакль «Объект особого назначения номер один», созданный совместно с этнокультурным центром. В основу постановки лег трудовой подвиг строительства аэродрома жителями Наринмара в годы Великой Отечественной войны. «Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Здравствуйте! Рады видеть! Проходите, пожалуйста! Да, вот здесь, значит, будем староту держать. Поднимаем цель. Здравствуйте! 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 Готовясь к спектаклю, его организаторы не раз поражались историческим сведениям того периода, как многодетные мамы после работы убегали на народную стройку. Там им приходилось выкорчевывать деревья, вытаскивать из воды отправленные по реке бревна. Одежда от холода и влаги стояла колом. Несмотря на такие нечеловеческие условия, самым сложным испытанием для всех женщин было ожидание весточки с фронта. Ты ушел на фронт, и я жду тебя! Что с тобой случилось? Почему ты мне не пишешь? Напиши мне, Миша! В спектакле было задействовано много талантливых людей. Это сотрудники из ЭКЦ, Дворца культуры Арктика, артисты театра студии «Остров» и образцового коллектива «Травушка» активно влились в актерскую труппу и жители микрорайона «Старый аэропорт». В год памяти и славы не остались в стороне и юные жители НАО. Они были отмечены благодарственными письмами губернатора региона. В их числе ученица пятой школы Амалия Петухова. Так как мой дедушка участвовал, поэтому особое значение, конечно же, и сейчас, когда его уже нет в живых, это все равно как знак памяти за его заслуги, за то, что защитило отечество. В юбилейном году в НАО было организовано более чем 70 региональных проектов. Один из них – «Упряжка Победы». В рамках проекта семейно-родовой общины была организована высадка культурного десанта с концертной программой в населенных пунктах округа. Яркие проекты прошли и на нашем телеканале. В этом году из-за пандемии впервые бессмертный полк прошагал в онлайн-формате. 868 героев Великой Отечественной войны наших земляков увидели тысячи телезрителей. Впервые в эфире телеканала «Север» мы рассказали истории особо отличившихся на боях сражений жителей НАО. Самые юные земляки в память о своих дедах и прадедах читали стихи и исполняли песни. Мне кажется порой, что солдаты, с кровавой не пришедшие полей, мы в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Дмитрий Лукеевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...